На первом этапе 49-й сессии депутаты рассмотрели поправки в закон о местном самоуправлении. Муниципальные районы будут преобразованы в муниципальные округа. Кроме того, внесены изменения в закон о выборах депутатов Госсовета Чувашии. Парламентарии обсудили кандидатуру в новый состав Общественной палаты Республики. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, которые направлены на реализацию дополнительных мер поддержки жителей республики. В частности, местные власти теперь смогут самостоятельно обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, которые находятся на семейной форме обучения двухразовым бесплатным питанием или выплачивать им средства. Они пишут заявление по месту жительства, и, соответственно, этот ребенок полностью берется на бесплатное двухразовое питание в школе. И эти средства закладываются и обеспечиваются районной администрацией. А мы здесь, на уровне республики, предусматриваем эти средства в бюджете Чувашской республики для последующего трансферта муниципалитетом. Таким образом, просто эта помощь, скажем так, эта мера, она приближается к людям. Больше вопросов у депутатов вызвал законопроект о реформе местного самоуправления. Предполагается, что в республике появятся муниципальные округа. Законопроект уточняет полномочия местных властей. Они смогут выявлять собственников учтенных объектов недвижимости, будут иметь полномочия по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, создавать муниципальную пожарную охрану. Закладывается норма, которая позволяет местным органам самоуправления выбрать оптимальную форму для работы. Поэтому я конкретно голосовал за то, чтобы была такая возможность у местных жителей самим определить. Есть территории, где действительно необходимо, по сути, делать муниципальные округа. Но я думаю, в большей части, особенно там, где густонаселенная территория, однозначно доставлять сельские поселения и советы депутатов. Потому что местные органы власти начинаются с представительных органов власти. Депутаты фракции «Справедливая Россия» считают, что укропнение позволит сделать работу депутатов всех уровней более профессиональной. По второму вопросу, я вообще считаю, что это тоже необходимо было сделать. Почему? Потому что вот эта оптимизация, да, именно просто тем самым законопроект появятся профессиональные депутаты, да, и они будут более, как бы, требовательны, более образованы в законотворчестве. Потому что я сам вот со своими депутатами, по своим депутатам «Справедливая Россия» ездил по городам и вестим, да. Ну, честно, вот, желать надо лучшего. Вот, понимаешь, депутаты даже не знают из вот сельского поселения, из-за чего они избрались. Фракция ЛДПР проголосовала против. По мнению парламентария, депутаты поселения лучше разбираются в местных проблемах. А если произойдет укропнение округов, то депутаты не смогут защитить интересы своих односельчан. В случае принятия каких-либо решений по зимнепользованию, в случае принятия каких-то проектов, там, по инвесторам, как у нас были по китайскому проекту по инвестициям, когда люди, как раз депутаты местного самоуправления поселения выходили и выступали против. Как ни к мнению прислушивались, и проекты не были реализованы. В данном же случае, в случае укропнения, мы опасаемся того, что мнение людей с конкретных территорий, которых будут касаться тот или иной вопрос, будет не настолько громко, не настолько важно, и оно может быть не услышано и проигнорировано органами власти, просто потому что у них уже не хватит голосов. На сессии депутаты внесли изменения в закон о выборах, который меняет схемы избирательных округов и порядок оформления различных документов. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика. Татьяна Молокова, Павел Иритков.